Вышел в эфир выпуск журнала «Яролаж», в котором снялась славянская школьница. Учащийся 17-й школы отправился на Кремлевскую елку. Спортивная школа номер 1 имени Шевченко стала победителем всероссийского конкурса. Об этих и других интересных и важных событиях смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». Учащийся 5-го класса школы номер 17 Максим Мерц вместе с делегацией Краснодарского края отправился в Москву на Кремлевскую елку. Максим победитель научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. Всего на Кремлевскую елку отправились 68 кубанских школьников. Помимо представления, для детей организуют экскурсию в московский планетарий и историко-культурный центр «Кремль» в Измайлово. Долгожданная премьера состоялась. Серия комедийного журнала «Яролаж», в котором снялась наша землячка Валерия Гончар, вышла в эфир. Роль у Валерии небольшая, всего несколько секунд в кадре. Но само участие в съемочном процессе, общение с известными артистами, впечатления от поездки останутся на всю жизнь. Увидеть Валерию можно в 330-м выпуске журнала «Яролаж» в серии «Старые друзья». Названы лауреаты публичного всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018-2019 учебном году. В номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования», реализующая дополнительные образовательные программы по одному-двум видам спорта, победителем была признана детско-юношеская спортивная школа номер один имени Шевченко города Славянска-на-Кубани. Поздравляем коллектив тренеров и воспитанников с успехом. В Краснодаре состоялось подведение итогов краевого творческого конкурса «Учитель школа. Жизнь». Он проводился Краснодарской краевой организацией работников образования и науки и газетой «Вольная Кубань». В этом году конкурс отметил десятилетие. В Краевом доме работников образования собрались не только авторы статей о педагогах, но и герои публикаций. В этом году в номинации «Притяжение личности» победила статья корреспондента газеты «Заря Кубани» заслуженного журналиста Кубани Ольги Осиповой за материал незабываемой уроки Виктора Чернявского.